всем привет друзья и добро пожаловать в игру stationers и сразу же я хочу начать это эту серию с того что меня часто просят как сделать воду как сделать так чтобы можно было пить ведь дело в том что в недавнем обновлении разработчики добавить такую возможность что типа если вода у нас труба холодная то есть меньше нуля градусов то есть она замерзает и мы вот эти бутылочки с собой наполнить никак не сможем в принципе чтобы эти бутылочки наполнить это не знаю но это элементарно просто на всего надо нам нагреть трубу то есть ну давайте сейчас кинем какой мочи лед так вот меня есть немножко льда давайте кидаем его в дробилку льда и смотрим что у нас получается значит вода у нас температура минус 17 градусов то есть и грубо я тут лед у нас внутри труба внутри трубы и вот эта бутылочка у нас не хочет никак наполняться значит ну как бы тут поставил бы сейчас два варианта первый если продолжим это у нас съемка находится в помещении помещение тепло но там плюсовая температура то можно поставить на эти трубы радиаторы и тогда температура в принципе сравняется с комнатой вода это растопится принципе это как моем выживании раз покажу сделаем и может быть свободно пить но если прям совсем все плохо и не знаю ничего не получается у вас ли долго остывает короче вот сейчас температура минус 21 я вывел параметр суда можно построить с гидравлическом сгибатель труб есть такая штука как нагреватель труб жидкостных вот он pipe hit и кит да на буржуйском это еще не переведено в общем делается он у нас из абсолютно маленького количества железа золото и мере то есть вообще все примитивно ничего тут сложного и страшного нет давайте поставим его куда-нибудь он сюда а вот и не подключим пока что подключим просто плюс все включили нагреватель и деса что он живет нас киловатт энергии но тем не менее видите температура начала у нас расти и как только она поднимется до 0 градусов вот эта водичка у нас ну расплавится и вы расплавится растопится и короче наполнит эту бутылочку можно еще таким более еще одним путем пойти короче и все это дело автоматизировать то есть предположим у нас чтобы постоянно не бегать включать выключать вот этот нагреватель труб мы можем писать маленькую программочку которая будет следить за этим сама то есть и предложим если температура будет выше нуля то есть ниже нуля то у нас включается обыгреватель труб ну давайте принципе это сейчас и сделаем тут ничего сложного ничего такого страшного нет и так что нам понадобится во первых танк с водой надо ноль кидаем его далее чё нам hitter нагреватель труб на d1 так цикл и тут мы считывать будем температуру с нашего танка h2o температура далее значит sltz это если меньше нуля температура не давайте сделаем так чтобы у нас водичка была все время теплая то есть мы будем сравнить если температура будет давайте в родину записывать если температура в баке у нас будет меньше пяти градусов по цельсию до то у нас включается обогреватель 5 градусов по цельсию получается в переводе на кельвин это получается 273 5278 ну давайте хотя бы сейчас для примера один раз по цельсию то есть все 274 будет кельвин их и все выполняем хитер он r1 все зацикливаем тестирую друзья пранка просто элементарная так проверяем вроде так все так берем чип 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 вставляем экспортируем берем вставляем сокет и тут мы обязательно друзья подключаем данные иначе мы тут не найдем списке значит тут мы убираем танк наш танк короче с водичкой холодненько пока что и на 2 крутилочки мы выбираем обогреватель то есть получается если температура у нас будет меньше 1 градуса по цельсию то у нас включаться будет этот обогреватель сам включаем видите у нас включился то есть когда температура поднимется до нички у нас он автоматически отключится и мы сможем попить эту водичку давайте немножко дождемся на конечно буду долго ждать с одним обогревателем но в принципе ничего страшного дождемся когда водичка согреется и посмотрим будет ли какой-нибудь результат хотя знаем что будет но все друзья видите у нас обогреватель отключился как температура до нички на плюс один возросла и я уже слышал звук что у нас бутылочка это наполнилось можем теперь попить водички я немножко поправил код если одного нагревателя будет мало в данном случае у меня очень долго температура подымалась то есть программа будет сама находить нагреватель труп и множественной записью мы будем передавать на него параметр то есть когда вам случае вот просто сокет выбирайте только танк с водой и все подключайте сколько угодно этих нагревателей они будут автоматически сразу включаться сразу включаться я думаю по воде друзья ясно я надеюсь эта тема закроется потому что ну везде комментариях и в группах вконтакте пишут и мне пишут в комментарии под видео как сделать водичку чтобы можно было пить ничего сложного нет но теперь друзья возвращаемся ко мне на базу на венеру ну вот по друзья и дома короче в прошлом видео я построил гидропонную станцию думал что мы там вырастить начать уже потихонечку ну и забыл что у нас оказывается при старте игры на венере нам не дают нифига никаких семян ничего то есть у меня гидропоника подключена водичка тепленько подведена кстати насчет тепленькой водички она там было 100 градусов ну отлично температура сравнялась замечательно вот теперь водичка принципе идеально для растения значит за кадр как я говорил я искал искал торговцев очень долго искал и наконец-таки нашел вот он сидит там тыкает планшетики я купил у него семена и сшибаясь и риса пойдете посмотрим на улицу а ну да в принципе семена риса я не знаю что сегодня делается рисовая каша суп и консервы хрен узнать сейчас будем разбираться в общем план эту серию естественно что мы там приготовить вкусненького да что я уже в принципе заводался консервы каждый раз есть выше чем быть другой же похавать так ну естественно пригод но сделаем микроволновки всякие процессори агентов то есть полностью у нас сегодня друзья посвящена быть серия еде ну и выращиванию но если останется время мы еще займемся удобрениями так и пока я здесь идем на улицу надо быть судя в любом случае скрафтить нам этот бур тут с ошибаюсь остался только у меня электром сделать сейчас посмотрим где нас супер бур супер бур у нас вот он да нужно нужно электром вот обус выплавить и я помимо бура еще хочу себе сделать поиск шахтер улучшены то что все-таки за закадом и бегу собирает проблематично особенно с маленьким буром стартовым так где поиск шахтера где-то буду сверху кстати ведь я в очках тоже купил у торговцев не знают все мне нужны ну пускай буду очках вот он лучше на поиск шахтера константам нужен вот его тоже нужно будет выплавить там и константант получается медь медь никель а электро это золото серебро да маленько одеваемся потеплее да потеплее лучше по похладе идем на улицу посмотрим все таки что я же там купил у меня кстати на карточке плохо видно 3500 или 2500 то есть я все что у меня было лишнее там железные железные каркасы стены там всякие от трансформатора батарейки старые ну вот короче я взял все это нафиг попродавал ну тут еще можно провод продать но не хочу не буду то есть как бы немножко у меня денег появилось и решил на эти деньги я прикупить семян блин реально друзья очень долго ищет именно тех торговцы которые мне нужно давайте включим питание значит смотрите что я нашел до семена риса давайте сразу же их возьмем с собой я вот не помню семена у нас пропадают или нет и нужен для них холодильник хотя подождите у нас бы у меня в складе пропали черт его знает ну-ка нет семена у нас не пропадает слава богу так а у нас еще пшеничка вроде как есть да вит мука вит нет пшеничка все правильно вот это я короче купил у торговца все тут кстати январь я у него еще приобрел но не у него у другого вот некотором количестве у него остались цветки куриное яйцо друзья я охренел с цены я же хотел все таки как всегда выращивать тут курей в общем все моем стиле но когда я видел цену на яйцо плодотворенное это торжествия короче если мы продолжим даже будем разводить кури и продавать эти яйца мы просто станем миллиардерами вот надо будет это все нужно попробовать но все равно яйцо я в любом случае куплю на 57 тысячах и охренеть просто ладно прощаемся с нашим другом по кусечке улетай кстати а где он а он появился он там просто телепортировался так кстати лучше переключаться на английскую версию игры просто тут хотя бы видно какой из трейдеров к нам прилетает там это роде по органике было или чё-то такое так семена у нас есть давайте их сюда перенесем так может быть еще гидропонную станцию поставить чтобы одной мы предложим муку пшеницу вырастили а в другом другой станции возможно рис опять таки что с риса делается давайте посмотрим так 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 давайте поищем здесь рис 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 что с ним микроволновая кукуруза яйцо молоко это все прикольно конечно используется в микроволновой печи в принципе если поставим автоматическую печь или улучшенную печь мы можем по моему рецепт эти все глянуть но что-нибудь есть рисовая каша там или еще что-нибудь ничего такого нет ну из муки о из-за пшеницы систему будем делать муку а там хлеб и все такое прочее так насчет водички тут у нас ну-ка ничего нет а я думал что у меня там осталось значит смотри как у меня тут водичка друзья да блин короче я как вы помните сюда выводил воду параметры ее сюда вывел и у меня в принципе все время водичка теплая я потому что нацепил сюда на трубы жидкостные радиаторы то есть водичка у нас пролетает комнату температуру и мы без проблем можем ее пить ну так короче дальше давайте пойдем посмотрим что там нам нужно закрываем дверьки чтоб не просквозило значит может все таки правда еще одну гидропонную станцию сделаем кстати обновил себе все эти станки а почему собственно и не да так гидропонная станция что там по ресурсам да нормально в принципе одна штука нормально так вода есть все есть в принципе давайте а давайте тут у нас будет рис посадим все там нормально ну только что свет на включить все сажаем сажаем семена забираем так ладно пока там это гидропонная станция делается почему-то долго так мы тогда заранее уже подведем сюда трубу в принципе нам хватает так получается раз два сюда вот так и теперь давайте подведем проводочек так ну то есть получается где-то здесь все все подключили уже подготовили место для второй гидропоники так ну что там так долго делается там е-мое а блин я что пока перед смыкивал повода блин все сбросилось давай делайся опять вот сейчас кешь поставим гидропонную станцию поставим выращиваться муку муку блин пшеницу и пойдем тогда выплавим константан константан и электрум насчет холодильника да друзья нам надо подумать куда бы расположить я думаю может где-то здесь вместо этого шкафчика у нас баллоны кстати электрум у нас есть да 100 грамм ну ну это не знаю ладно пускай будет давайте сразу возьмем то что нам нужно выплавить это для электрума кстати 12 киловатт уже живут наши кондеры жесть короче давайте берем с собой серебро золото это у нас будет электрум никель 50 и медь надеюсь есть есть это для константана все в принципе мы готовы можно даже одеться может мы сейчас пойдем в вакуумную комнатку надо туда тоже как-нибудь свой отдельный костюмчик добавить чтобы я постоянно тут не брал все свет выключим что там с зарядом нормально у меня батарейки практически не разряжается вообще ну что готов свет не горит у нас еще год делается нет горит все тебя мы друг выключаем будем беречь электричество ну что ж располагаем вторую гидропонную станцию мне кажется вообще идеально пока что крышется но было бы 3 еще лучше все включаем водичка есть все есть где у нас пшеничка все давай расти во можно было тут полочки добавить какие-нибудь кстати у меня тут ресурсы еще есть вот и складывать эти полочки семена так след так меди еще тут что-то валяется так ладно тут занято а тут что у нас блин ладно так то да все идем в наш подвальчик будем сейчас выплавлять надеюсь все там нормально потому что почему-то инвар управляться не хочет но инвар мне пока что не нужен так закидываем давайте сначала серебро давай проглатывай и золото давай тоже кушай все отлично так выбираем тут электру и включаем печку надеюсь хоть с электрумом проблем не будет и нормально выплавит потому что инвар вообще категорически не хочет выплавлять надо будет все таки как-то да в принципе электрум тоже что-то не хочет друзья нифигашечки не работает что-то с кодом у Санька стало вроде бы и разработчики ничего там никакие параметры не меняли да и в принципе в коде я смотрел все там нормально то есть вообще что-то не хочет ничего не выплавлять ладненько а нет выплавил да ну выплевывай выплевывай что ты так где-то в трубе что-то у меня застряло алё отдайте мне электрум боже мой ладно включаемся на льды что-то непонятно с печкой происходит так как газ охлажденная у нас еще тут минус 57 градусов нормально чё короче все печка сломалась друзья блин думал что-то сейчас переписать а вот он электрум он выскочил я не заметил извиняюсь так электрум иди ко мне домой ладненько что у нас будет тогда с этим с константана надеюсь все нормально так выбираем константан и включаем печку так что тут у нас за параметр то вообще так по цельсию 700 и выше давление давление не нифига я друзья что не хочет никак код отработать придется мне сейчас переписать тот код что я находил короче на ютубе какого-то англоязычного человечка вот потому что это не дело все поменял я код на печку на свой который я выкладывал с двумя чипами все работает выпал я еще константан все давай сюда что-то с кодом у санька в этой гейза не так надо будет ему написать все включаем планшетик там и забираем вот и все в принципе нам тут пока что делать нечего наконец-таки себе сделаем этот бур потому что ну сколько можно уже побежали сюда так планшетик ты возвращайся значит нам сюда сюда нужно закинуть константан и электром блин конечно такое количество ладно ничего страшного это закинули это закинули наконец-таки я могу теперь сделать себе лучший набор и соответственно улучшенный поиск шахтера можно будет тогда бегать добывать все что угодно все готово готово где мои инструментики трещинка это и это ох какая вместимость и это все положу сюда вот мы тем самым пока что раздеваемся и все в принципе все что я хотел себе сделал заниматься теперь можно гидропоникой сейчас посмотрим что там не выросло еще о рис растет о можем собрать я что на семена опоздал что ли сколько лет тут не было что-то ничего не пойму друзья куда садились семена и куда делась у нас пшеница так странно конечно ну ладно собираем тогда рис который у нас сразу начинает пропадать да надо холодильник друзья нам надеюсь меня ресурсов хватит так 12 риса давайте посмотрим где там холодильник где у нас тут наверное в электрике делается ну как быстрее холодильник может кто-то по-другому как всегда фрич фрич флаг вот это да все есть отлично он быстро делается все выключаем так понятно что да берем сюда холодильник у нас будет располагаться на кухне блин вот куда его поставить так что было красивенько блин тут кондеры стоят может надо кошечка может вообще сюда моткнуть вот этот шкаф блин мне кажется вообще не в тему стоит давайте его распилим мне кажется значит баллончики попадали но не страшно и вот это мы сейчас пока что тоже разберем тут у нас должен пароводочек где-то идти а вот он ага отличненько все это туда туда это потом значит холодильник давайте блин долбаные эти баллончики как их сдвинуть толпой ладно убираем убираем мусор с под ног и будем сейчас сюда располагать холодильник так сшибаясь тебя да да вот таким вот образом поставить ага отлично все рис 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 пока что кинем сюда 10 часов и он пропадет но мне сейчас не до этого мне надо сейчас протянуть рот на холодильник иначе толку от него конечно я так и не понял куда все мои эти делись слабо году хоть семена остались походу я реально долго был в этом подвальчике там где печка и вот это у меня тут все семена уже пропали ну в смысле исчезли и пшеница тоже куда делась поймешь так ну теперь дай бог угадать где тут у нас ну-ка значит не воткнули так давайте вот так все ну гад приходится делать отлично заработал холодильник итого на 17 часов ну блин тоже но это уже более-менее нормально все это потом мусор я подмету так это убираем и давайте закрываем эти вот штуки значит пока у нас есть рис и есть еще пшеница давайте две штучки соберем ничего нету надо вывести параметр водички чтобы мы видели сколько там у нас воды обшириться у нас на 145 часов ну круто чё о тут уже 72 часа все холодильник походу охладился и начал еще лучше охлаждать продукты охлаждать или чё там так ну а чё зачем смотреть в принципе вот видно что водичка у нас тут есть даже не знаю блин нас лид за урожаем иначе я и последние семена профукаю ладно пока это есть давайте дальше что у нас есть есть у нас химическая установка печь смеситель процессор реагентов нам понадобится да вон и плюс микроволновка и посмотрим что там у нас с автоматической печкой тоже как она ну куда расположить конечно ну где-то здесь ну тут в уголке поставим а нет у нее же выходы как у станков ну ладно сейчас короче все сделаю там уже будем думать когда это все располагать короче приготовила все то что тут нужно первым делом нам понадобятся столы чтобы подключить все эти оборудования то есть микроволновку там процессор агентов давайте куда-нибудь мыть а вот здесь один столик потом перекрасим и второй пока нам больше не нужны будут так естественно надо все делать подключать нам протягивать провода тут мы пока вот так сделаем сюда проведем это крыш давайте посмотрим что там у нас кстати во первых если бы даже пропала бы у нас мука ой пшеница у нас бы был бы короче была бы там гниль с которой мы могли сделать удобрение ну почему-то даже этого не было не знаю куда она исчезла так автоматическая печь и паковочная машина давайте печь посмотрим куда вас поставить в принципе можно здесь тебя вот так так и упаковочная машина тебя мы поставим давайте здесь какая она огромная так ну естественно надо будет нам это все дело собрать ну что ж я собрал и подключил давайте посмотрим на упаковочную машину я уже что-то позабыл что там так молоко что-то тут с молоком законсервировать можно это мэйды френч фриз экс яйца вот рис да рисовый пудинг и приготовленный рис приготовленный рис мы можем как в микроволновке сделать как в печи понятно но это опять консервы я хотел бы что-нибудь другое такое тыквенный суп томатный ладно пока это выключаем давайте посмотрим в печке значит кукет рис приготовленный рис делается из трех рисов что мы можем тут еще сделать так какую-то яичницу что ли хлеб печеный картофель злаков батончик маффин тыквенный пирог да но до тыквы на пирога нам уже очень далеко нам надо еще семена найти будет тыквы картошки короче тут дофига нам чего искать а так кукет кукет ну естественно хлеб чтобы сделать нам нужно молоко и масло молоко и масло а молоко и масло мы можем сделать только пока давайте посмотрим процессор реагентов или что-то в этом духе что у нас тут есть давайте все берем с собой столы я уже тоже подключил давайте на один столик хотя можно все на один поставить кыш ты сюда пойдешь в принципе давайте на один стол поставим подключаем наше устройство к розеточке все включаем стол так ну там и колновка это понятно процессор реагентов да ничего не помню короче нет из муки мы не можем попробовать муку ой не муку а пшеницу вставить и мы получим наверное муку я так понимаю давайте попробуем сохранюсь не хочу терять последнее так рис понятно четыре все у нас все пшеницы блин вроде сюда дайте мне муку о отлично друзья 20 грамм муки тоже она пропадет поэтому кидаем в холодильник так отлично может быть уже булку хлеба с печем но там вроде масло нужно да масло 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 а масло у нас делается из сои есть ошибаясь со сои друзья у нас нет так ну тут мы тоже ничего не приготовим мы можем кстати пока приготовить рис давайте его разделим а чё делить то в принципе давайте 3 там надо было да риса можно в принципе на колновке а можно в печи в этой да 3 да кокет рис давайте остальное сюда выкинем закрываем а то будет излучение готово в принципе мы это 3 сможем да и так похавать ну и а чё бсусная зачем мы будем паковать да мы можем просто взять сейчас похавать 5 часов он пропадет конечно можем сделать консерву и тогда у нас рис не будет пропадать вот поэтому не буду делать консерву просто мы его покушаем ну это наше первое блюдо сегодня друзья сожрали все и сто процентов у нас сытость пополнилась ну друзья прогресс пошел мы уже видите приготовили первую еду так и все таки короче что мне нужно искать за кадром опять у этих торговцев наверное буду искать картошку очень хочется мне картошку сделать картофель фри потом соя и соя мы вроде как делаем масло и мы можем тогда испечь себе хлебушек так это выключаем ну естественно как тем будь надо будет сделать уже тыквенный пирог тыквенный пирог пирог у нас очень 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 сытный и он хватает надолго ну вроде как то так значит до удобрения друзья я на не дойду потому что ну как видели давайте мы сейчас посадим еще раз что тут рис 5 осталось да ну с общей семья нету вот 5 и 6 осталось давайте еще закинем и посмотрим не как бы проблем никаких нет видите у нас если бы что то было у нас бы было внизу ну надпись подпись типа что то там не хватает что то не то короче то температура высокая то то еще что нибудь и в принципе по атмосфере у меня помещение чистое чистое углекислогаз и кислород то есть как бы все отлично по параметру меня могу даже вам показать вдруг не верите вот идеальное соотношение идеальная температура друзья прям не знаю ничего идеальный не придумаешь водички конечно 315 моля но в принципе это тоже пойдет мне вот интересно сейчас понаблюдать куда у нас задевается пшеница вроде пока никуда не исчезает ладно пускай растет давайте тут порядке приведем наведем точнее вот это мы закроем столы я перекрашу можно в принципе даже и часто сделать какой наверное белый черный красный синий какой вот у вас обеденный дома стол цвета это синий красный зеленый хватит зеленая будет зеленый стол ну тут что-то все разного цвета белая синяя надо как-то все в один цвет покрасить о можно микроволновку даже покрасить да прикольно смотри мы сейчас получается будем красить у нас с вами так сильно появится и у нас вот вот это вот вот этот фильтр короче все это качает короче вот красим 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 нет красим видите он включился сейчас он качает оксины у нас или какой-то он светлый слишком не знаю давайте микроволновку вот у меня дома микроволновка черного цвета вот наш черный он будет здесь если мы найдем конечно синие серы а там же баллончики у нас валяется точно может быть тут есть черное надо бежать будет синяя микроволновка блин с ней вот и что тут хаки хаки нет оранжевый нет белые желтые желтый процессор реагенты будет вот а и холодильник да холодильник белый белый у нас тут где-то я видел вот он теперь красим ну все друзья кухня у нас уже преобразилась есть столы есть микроволновка есть автоматические станки которые все это дело мы можем испекать печь там варить жарить так ну что тут пшеница растет да и сейчас на какой-то стадии роста должны у нас появиться семена вот это главное их не профукать но я подожду и так дождался первее всего это у нас получили семена рисом ну естественно их быстрее посадил поэтому собираем семена по два штучки с каждой грядки вот отлично у нас еще плюс восемь семян появилось так что друзья у нас уже можно сказать рисовая ферма складывать некуда ну валяйся здесь не пропадешь слава богу так пшеничка вон тоже подросла да тоже семена пшенички собираем все друзья короче мы обеспеченные мукой обеспеченные рисом то есть господи уже можно даже рис собрать круто сюда скинем быстренько в принципе подрос рис у нас да и прикольно то что по три риса получается с каждой грядки то есть мы можем вообще рисовым бароном стать на планете венера так не забываем все это дело кидать в холодильник потому что иначе пропадет все а тут у нас на семьдесят часов рис мука на семьдесят нормально муки сейчас насобираем короче друзья можем в принципе и пожертвовать эту пшеницу оставить ее гнить да оставить ее гнить и из этой гнили мы тогда уже сделаем удобрение то есть ну да удобрение и с помощью удобрения у нас будет еще больше урожая и быстрее рост ну блин куда быстрее конечно мне самое главное чтобы больше было урожая за кадром у меня также друзья остается задача найти еще семена тыквы картошки да будем собирать деньги друзья на яйца все таки же хочу я тут завести кури можно кстати куда-нибудь тут их расположить пускай возле центрифуги валяются в смысле живут вот ладно пожертвовал пшеница друзья семена она собиралась и что они у нас есть вот они пускай эта пшеница будет расти расти пока ну не буду собирать урожай она пропадет можно вообще даже свет выключить вот и он сейчас нам по идее даже написать что грустно печально дайте нам свет вот может быть он от солнца свет попадает и пока что все нормально сейчас солнышко у нас спрячется и пшеница напишет что не хватает солнечного света давайте проверим все солнышко друзья у нас зашло и пшеница начинает ругаться что ей не хватает солнечного света естественно вот этот свет от этих лампочек не подойдет так как нам нужен ультрафиолет есть такие лампочки специальные они делаются в станке в принтер электроники ну я специально сделаю так чтобы у нас пшеница пропала мы с нее тогда будем уже делать удобрения ну что ж в принципе вот план на следующую серию мы будем заниматься удобрениями и я думаю может быть уже пора начать строить ракету добывающую вот этот майнинг ракета который он слетает в космос добывает ресурсики возвращается обратно но на нее нужно много топлива блин я не знаю или может нафиг ее не надо или просто давайте уже будем немножко подводить итоги и строить ракету не добывающую а обычную ракету которой мы уже летим на землю домой похвастаемся своими своими урожаем своими постройками ну блин друзья тут конечно довести все до ума все тут обустроить поставить стены пол всю эту красоту короче навести потому что как бы так и бросать я не хочу ничего ну и плюс ко всему еще хочу я насобирать много денег чтобы купить гребанное дорогое яйцо куриное почему оно такое дорогое я до сих пор не пойму и пускай хотя бы одна-две курицы у нас будут на базе будем кормить там кукурузой не знаю чем-нибудь либо пшеницей в общем друзья на этом все всем спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео всем пока